Девушки отдыхают Мы встречаемся с ними, вы видели только что организаторов соревнований, они же участники сегодняшней нашей программы. Владимир Дубинин, президент Федерации бодибилдинга России, главный судья соревнований. Борис Быков, главный организатор соревнований, вице-президент НФС Нева. Когда вот приехали наши гости, мы видели, что они в хорошем настроении, мы еще раз убедились в том, что однажды, побывав в нашем городе, они его по-настоящему полюбили. Они сказали, что они приезжают сюда с огромным настроением, с желанием и посмотреть город, и встретиться с той публикой, которая им сразу же запомнилась, потому что принимали их превосходно. Надо отдать должное организаторам, можно сделать вам комплимент. Может быть это связано с тем, что мы действительно готовимся серьезно к Олимпийским играм, во всяком случае к борьбе за право проведения в нашем городе Олимпийских игр. Но вы как организаторы сделали все возможное. Прекрасный отель, прекрасные условия. Но нас волновало, конечно, одно, в какой форме находятся спортсмены. С вашего разрешения я просто перечислю те этапы, которые состоялись до нашего города. Представьте себе, 27-го, Мадрид, сентября, Дориан Янс выигрывает, кстати, 15 тысяч долларов он там выиграл. 28-го, на следующий день Дармштадт, Германия, Янс тоже выигрывает, на Серен Сальбача, второе место, я от них перечислять не буду. Затем 29-го сентября Нотинген, Англия, 3-го октября Фрага, Чехия, 4-го октября Тюрих, Швейцария и 6-го Санкт-Петербург, Россия. Невероятно совершенно. О суммах полученных мы поговорим потом, но сохранить форму и на первом месте питание. Простите, я начинаю с этого. Да, питаться очень-очень много нужно культуристам. Они съедают буквально по 20 грудок куриных. И вот когда вы видели, что аппетит у них может быть не самый лучший, вы поняли, что они устали, но как их встречали зрители, мне кажется, несмотря на усталость, я об этом говорил потом Санбати, да, что мы так устали. Вы знаете, перелет выступлений, перелет выступлений. И все-таки мы не просто сохранили хорошую форму, но вот прием зрителей уже прямо у входа в Октябрьский уже так много для нас значил. Итак, сейчас главное, я надеюсь, для вас, как для комментаторов, сегодня вы у нас в качестве комментаторов, наши гости, переполненный зал. Конечно, в 40 минут трудно было вместить все, что происходило в течение более чем трех часов. Гран-при России. Из нашей... Вы сейчас расскажете о тех, кто участвовал. Вот они, участники, пожалуйста. К нам приехало 13 спортсменов. 12 спортсменов из-за рубежа и один, это наш, из Санкт-Петербурга, Станислав Бобин. Он прошел подготовку в Париже, где работает персональным тренером, и это позволяет ему все-таки готовиться к таким соревнованиям. Я коротко вас перебью, потому что мы видим, что приветствовал всех участников и зрителей, председателей нашего спорткомитета. Вы, как президент федерации, Борис Быков, как главный организатор соревнований, вы сказали очень теплые, мне кажется, важные слова. И еще просто в продолжении этого разговора была очень важна... Вот важный был момент, что судейская коллега в основном состояла из России. И судить было непросто. Тем более, что лишь один российский участник, все остальные приезжие. Итак, пожалуйста, вот принципы судейства и как начиналось это соревнование. Именно поэтому, что только один российский участник, и естественно, это приехали звезды бодибилдинга. Лучше тех, кто там приехал, нет. Есть только мистер Олимпия, Дориан Яц, который будет там в следующий год, уже подтвердил свое там согласие. Но только в связи с этим, как раз, что действие было исключительно объективное. Сейчас сравнение пропорций. Это обязательное позирование. Сейчас судьи как раз вот определяют. Определяют самых пропорциональных спортсменов. Они такие красивые, что мне кажется, что тут определять. Вроде всем надо давать сразу первое место. И все-таки? Ну кто-то же должен быть первым. И все-таки здесь важны. Вот уже сейчас, вот в данном сравнении, видны, проигрывает один. Левроны проигрывают. Новый спортсмен, швейцарский атлет Фукс. Он тут справа, да. Он Жан Больфукс. Сейчас он в центре. Очень недавно он был любителем. И чемпионом мира, да? Да, чемпионом мира. И стал абсолютным чемпионом мира среди любителей. Интересно, что по команде главного судья, кстати, это единственный, да, иностранный был судья, специально, очень умело, так как кажется, во всяком случае, меняют спортсменов на постаменте с тем, чтобы наиболее объективно была цель. Кстати, а можно общаться как-то со зрителями, так сказать, призывать их поддержать или в этой ситуации? В общем-то это все запрещено. И судьи вправе за это снимать очки. Ну, здесь мы, так сказать, не были настолько строги в этом отношении. И мне кажется, настолько было нервное напряжение у спортсменов, что они уже непроизвольно, какие-то, значит, общения с публикой. Накладывали как психологическую необходимую подготовку. Небольшие паузы были. Были два выступления гостей. Неприятно, что, причем это не просто замечательная спортсменка, два слова о ней, тем более она жена вашего друга. Да, ну это девушка из Соснового Бора, это супруга президента федерации Соснового Бора. И очень приятно, что такая спортивная династия, они все время вместе приезжают к нам на соревнования. Скоро будет чемпионат Санкт-Петербурга, чемпионат России. И она будет выступать в классе фитнеса. И надо сказать, что и это выступление, и выступление еще бы очень так скупо, так сказать, приглашали гостей, это было совершенно правильно. Но мне кажется, что нам помогло в какой-то степени настроиться спортсменам и чуть-чуть, может быть, отдохнуть судьям, потому что нагрузка была велика. И вот следующий вид соревнований, это обязательная программа. Станислав Бобин, мы его с удовольствием показываем, потом мы отдельно посвятим ему с вашего разрешения один из сюжетов еще в передаче, где вы увидите его произвольную программу. Что такое показательная программа? Обязательная программа, одинаковая для всех. Да, это 7 обязательных пост. Сначала это делалось без зрителей, теперь это делается в присутствии зрителей, чтобы зрители также могли участвовать в судействе. И только когда все 7 пост одинаковые для всех спортсменов, только так можно объективно оценить. Сколько баллов и за что? Здесь все, так сказать, не по баллам, а по местам. То есть вот спортсмен, допустим, занял первое место, он получает первое место, 9 судей, то есть он получает 9 мест, 2 худшие оценки, 2 лучшие отбрасываются. Но если все одинаковые, у всех первое место, значит, остается сумма 5. И так вот у всех, и эта система очень объективная. Отбрасываются где верхняя, где нижняя оценка, ну мало ли кто-то из судей, что-то недопонял или не так увидел спортсмена. Борис Беков, вы были в качестве судьи, и это непростая, мне кажется, ситуация, например, Сережу Отропу, наверное, было труднее всех. Он самый маленький, самый легкий, может быть, даже самый симпатичный, но может быть, даже и самый пропорциональный. Это самый первый чемпион мира из Советского Союза. Сейчас он представляет Украину. Да, теперь представляет Украину. Поль Дилет в Соединенных Штатах Америки, это растущая звездоводка, да? Вот это самый тяжелый атлет, можно сказать, в мире. Его вес больше 130 килограмм. И он себя считает лучшим вообще в мире. Это его объективная оценка. Он настаивает. У него явно не хватает спины, и он плохо чувствует себя в позировании, плохо ставит позу. То есть человек, имея такие прекрасные мышцы, все-таки не может себя поставить. Кевин Леврона, страдалец. В Швейцарии, благополучная страна, его тем не менее там ограбили. Насколько я понял, при приближении к аэропорту все украли. И 7 тысяч долларов, и бумажки, и документы. Настроение не лучшее даже для такого опытного спортсмена. Иоанне Херанин, мы почти всех показываем. Здесь, хотя бы, вы познакомились, финский спортсмен Леонард снова. Что у него? Ну, у него, он так, в общем-то, пропорционально развит, но, конечно, от американцев отличается. Кстати, его брат, его брат, он выступал на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге в 90-м году, стал 6-м. Он также приезжал сегодня. Горячие финские парни. Так, немножко жестковато выглядит, да, так? Тяжеловато, я бы сказал. Но вот появляется книжка армия. Не хватает массы, конечно. Вот это идеальный вариант? Да, у него очень хорошие пропорции, и он самый физически сильный из всех спортсменов. Он приседает с весами, там, около 400 килограмм, жмет, там, гораздо больше 250 килограмм. Просто невероятная сила. А Рон Баккер для нас тоже был в какой-то степени открытием. Он такой, какой-то особенно жизнерадостный. Произвел такое было впечатление, что он особенно мощный человек. Ну, это, может быть, чисто внешне? Да, ну, нет. Мы не знаем его силовых данных. Но веса у всех очень большие тренировочные веса, поскольку это уже истина, что больших мышц без большой силы не бывает. Ну, вот, сидел, перед вами был красавец Клермонт. Но после того, как вышел Санбати, хочу напомнить, что он занял третье место в Мистере Олимпии. Многие считали, что он должен был быть даже вторым. Санбати, скажем, выиграл в Тюрихе 22 тысячи долларов. Выиграл перед этим в Траге. Ну, буду называть сумму еще 15 тысяч долларов. Был вторым после Ятса в Ноттингене. И был третьим в Мадриде после Дориана Ятса и Пола Дилета. Санбати был вторым также в Германии. Ну, здесь вы можете видеть, что Санбати, конечно, выигрывает вот у всех предыдущих атлетов. Это великолепная мышечная масса, хорошо проработанная. И он в очень хорошей форме. Представляет он Югославию. В прошлом году мы с ним с удовольствием познакомились. Он был, кажется, второй или третий в этом году, да? Да, в прошлом году он был второй. В этом году он стал первый. Он, конечно, уже после Олимпии немножко поднабрал массу. То есть стал немного тяжеловат. Потому что с таким весом очень трудно держать такие весы. Когда вы говорите про такой вес, что это немного тяжеловат, то это так, кстати, выглядит. Вы, конечно, обладаете хорошим чувством юмора. Сколько? По 130 килограмм вес, да? Да, да. Кстати, он очень такой жизнерадостный и домерный. Какой-то ласковый и нежный змей. А вот любимец нашей публики. Впечатление, что наиболее пропорциональная фигура может быть. Мы как-то находимся в каком-то длину особой эстетики. Вот обязательное выступление замечательного спортсмена. Вин Стейлор сейчас выступает ему в 40 лет. Сейчас я не буду рассказывать подробно о нем. Он говорил, что он не в самой лучшей спортивной форме. Да, он из Соединенных Штатов Америки. Выигрывал он достаточно много. Но то, что он самый музыкальный, то, что он самый легкий, то, что он, я бы сказал, совершенно другой человек на помосте, это ощущается, что даже сегодня во время монтажа он был сразу выделен всеми нашими инженерами. Не потому, что они девушки, он им понравился, а потому, что действительно особая пластика у этого спортсмена, и что-то, почему это биткорно. Да. И что его больше всего раздражает, что в Америке этого не понимают. То есть мы, например, после того, он шел на четвертом месте, и после выполнения своей произвольной программы, которую вы увидите, он перенеселся на второе место. Кстати, я хочу сказать, разговаривал со многими людьми, спортсменами из других видов спорта. Они говорят, вот с точки зрения дилетанта, можно сказать, что вот это культурист будущего. Ну, право, те говорят, что у него играет все, улыбка, даже кончики пальцев, буквально все. Это настоящий артист. Вот это открытие для нас. Вот это открытие. И вот сейчас мы увидим, начнем смотреть, да, увидим обязательную программу Жан-Пьера Фукса, чемпион мира среди любителей. И, кстати, по-докторинству его оценили только в Санкт-Петербурге. Я считаю, что объективно, в конечном итоге, он стал вторым. Борис, вы тоже его поставили вторым? Да, мне очень понравился этот атлет. Эти великолепные мышцы, хорошо проработанные и очень хорошие пропорции. Что не хватает в полудилет. Здесь был фор, кто же все-таки лучше, полудилет или фокс? Длинная голень. Где-то он напоминал по своим пропорциям, что такое, помните, римское, но мы берем вот те времена, да, да, античное, понимаете, да. Хотя, может быть, он не обладал, вот для меня, может быть, таким обаянием, как обладали чернокожие спортсмены с такой ослепительной улыбкой. Он еще достаточно скромно держится, даже иногда суховато. Но вы, как опытные специалисты... Он же достаточно молодой, Виктор Ильич. И у него нет такого большого опыта, там, профессиональных выступлений, как и все остальные команды. Скульптура дисковола, да, смотришь, какие ноги блестящие отработанные, да? А, кстати, какие недостатки? Ну, в принципе, у него недостатков нет. Какая-то у него недостаток был, узковатые плечи. Но сейчас, кажется, он не страдает этим. Вы, работая в бодибилдинге, убедились абсолютно, что вот это строительство тела, это действительно... Сегодня об этом можно говорить. Вы обладаете мастерством создать фигуру любому, даже любителю, не только выдающемуся спортсмену. Ну, что я... Да, ведь это же... это очень просто. В принципе, главное, чтобы человек только зарядился этим. Дал себе установку и сделал. Когда мы... Ну, короткое время у нас была возможность рядом со спортсменами ехать по нашему городу, убедиться, что они в хорошем настроении. Хотя, психологически очень непростая ситуация. И нам, спортсмены, говорили, это ведь последний, последний этап. Как трудно. Я ведь перечислил, да, какие плотные игра, какой плотный график трезвый. И вот, выходит, Моторад со Соединённых Штатов Америки, он был не первый. И когда он вышел с такой ослепительной улыбкой, с таким, я даже сказал, немножко хулиганским настроем, мы все поняли, что бодибилдинг – это прежде всего сочетание абсолютно непохожих людей, замечательных спортсменов и великолепных актёров, которые просто умеют напрямую общаться с публикой. Итак, посмотрим фрагмент выступления, которое делается около трёх минут, у нас чуть короче его. Майку, конечно, не хватает немножко объёмов, именно мышечных объёмов, вот, с точки зрения судейства. Калифорнийский спортсмен в Америке его очень любят, кстати. Вот сколько мы были на Олимпе и на Арнольде Классике в Америке, публика его шикарно принимает, любимец публики, как ни странно. В каждой стране, видимо, свои понятия красоты, симпатичности. Есть ещё одна немаловажная часть, и я, например, это очень ощущаю, это музыка, отношение к музыке, и та лёгкость, а иногда даже, кажется, есть лишняя лёгкость неожиданно вообще не с публикой, когда спортсмен вдруг, как будто бы, это ведь задумано, прерывает твоё выступление, обращается с публикой, получает ответную волну, и вдруг снова заряженный, продолжает, так сказать, на новом энергетическом уровне. И вот многие зрители, которые плохо знакомы с бодибилдингом, им кажется, что бодибилдинг, это вот сцена, улыбки, всё, лёгкость, музыка, вот всё тяжёлое, годы тяжёлых тренировок, пот, грязь, это всё остаётся за кадром, вот если бы они видели, если зрители видели, покажем обязательно, но отдельно, хорошо. А мы вообще-то показывали, действительно, тур тяжёлый. Поль Дилит. Для нас это тоже новый спортсмен, такой непростой характер у этого человека, вы о нём говорили, он действительно ценит себя очень высоко, но невероятная машина. Ну, послушаем, посмотрим его выступление. КОНЕЦ Вот у вас, спортсмена, есть шансы выиграть когда-нибудь мистер Олимпиев? Вряд ли. У него не очень хорошие пропорции, мы это уже говорили, и ему надо много заниматься с хрёгом. Всё равно, да. Наш Александр Вишневский мог бы сделать, не знаю, мистер Олимпиев. Да, Александр Вишневский был в числе судей, и мы с нетерпением ждём, где-то через год он начнёт выступать. Да. Он набирает массу, переходит в другую категорию. Итак, могу заранее сказать, что Поль Дилит здесь занял у нас четвёртое место. Его призовая сумма 4,5 тысячи долларов. А по призовой сумме, надо ещё раз отметить усилия организаторов, вы вышли на второе место в мире. 40 тысяч долларов призовой фонд, и победитель Нассер Эльсанд Баттезер, а не можем сказать, потому что зрители уже знают об этом, получил 18 тысяч долларов. Занявшие шестое место Бейкер, полторы тысячи, и Чарльз Клермонт, седьмое место, тысяча долларов. Вот так работает на победителя. Ну, а вот это, мы уже говорили, неудачник, но ему все симпатизировали. Повторяем, что, да, получилось, что его там обокрали в такой отсталой стране, как Швейцария. Мы вообще думаем, что эта страна чрезвычайно честная. Я думаю, у нас-то такой же мнение не может остаться, но Кемин Леврон это точно изменил своё отношение. Вот, был несколько расстроен, но уступал с настроением всё равно. Расстроен, и, конечно, он потерял немножко в качестве мышцы. Вы видите, его пресс не отличается уже тем рельефом. И, конечно, он здесь проигрывает уже многим. Ну, это дело поправимое. То есть он может уже вновь, да, обрести необходимую форму? Да, это нетрудно. Главное, получить моральную устойчивость. Морально, чтобы человек устойчивый был. Успокоился, да, от этих всех передряг. Уже всё это нервные стрессы. То есть человек буквально за полчаса может залить воду. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Мы уже в прошлом году отмечали некоторое сходство его со Шварценеггером. В лице есть что-то такое, да, стиль, я бы сказал, немножко даже и поведение, и тип лица такой же. Но, повторяю, на этот раз он был не в самом лучшем настроении, как очень точно сказали, может быть, и не в самой лучшей форме. Но без него, конечно, турнир бы очень много потерял. На самом деле Кевин, в общем-то, по-человечески очень добр, чуток, внимательный. Я даже сказал чувствительным. Он здесь познакомился с девушкой, которая обещал приехать. Говорит, что я женюсь. Замечательно. Он просил меня сделать ему вызов, пригласить, что он приедет не как спортсмен, а просто отдохнуть, посмотреть и просто потренироваться. Он занял на соревнованиях пятое место. И, ну, для девушки, приятно сказать, что заработал 200 тысяч долларов. Вот этого спортсмена мы знаем не очень много, не очень хорошо, и поэтому два слова о нем, фрагмент его выступления, прежде всего о его перспективе, если такова и есть. Ну, в общем-то, перспектива есть у любого человека, но, конечно, на этих соревнованиях уровень его подготовки, конечно, слабоват, потому что приехали, еще раз повторяю, десятка лучших в мире. Рядом с ними никто не может хорошо выглядеть. Никто. Поэтому в этом году мы не стали выставлять наших любителей, выставили только Станислава Бобина, который, как я надеюсь, станет абсолютным чемпионом страны через месяц. Но даже он и то с этими, с 10 профессионалами рядом выглядит немножко так. Я с вашего решения напомню, что 21 сентября в Чикаго, в 96-м году, естественно, был разыгран самый почетный, так сказать, титул «Мистер Олимпия». На первом месте был Лориан Яц, Англия, на втором месте Шон Рэй, США, на третьем на Сэр Эль Санбатте, которого вы увидели в Югославии, на четвертом Кевин Левроне, которого вы видели, на пятом Флекс Уиллер и на шестом Поль Диллер. Ну, я прошу прощения, Диллер и Винс Тейлор. Помолчим, посмотрим. Великий артист. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Вы как судья, что отметили в его выступлении? Крис, конечно, сейчас не лучше в форме, это видно сразу же ДимаTorzok 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 ДимаTorzok